С миром, Донорогой, Сите. Негромко, Дюр. Вот и шутил. А я только отошел. Ему надо брату звонить. Что такое с тобой? И это, жара у вас как, погода? Погода какие там стоят? Ну, жарко, конечно, до такой степени. Видать, у тебя там жарче, наверное. У нас шаг 29. В городе Воронеж, говорят, до 45 жара. 40-45, вот три дня была. А в деревне так вот около 40 держится, наверное. Вот это да. А для меня это жара, я ее сразу не перенаромил. Так вот, чисто физически. Не чем первый раз, когда первый год еще, когда попал, вот как раз 7 июля, я же нырнул на Иоанна Крестителя. У меня это второе, второе рождение на Иоанна Претеча. Вон как. И это. И меня в реанимацию привезли, а как раз жара, в 2002 году жара вот такая была. Вот, и мы лежали в Пите, это Пит, палата интенсивной терапии. Ну, туда таких привозят, слабеньких. Ну, там кто умирает, то что. А совершенно, ну, тогда еще времена такие были, это, не оборудованы, понимаешь. Люди-то, да люди бы привозят там, а представь, это, и вверху, знаешь, такие огромные окна здоровые, вверху-то форточки открываются и все. И слышно, где жара, и там лежат люди. Да они от жары вдыхают быстрее, чем. Да. И я лежал, значит, как, а я придумал, что для себя, это, ну, днем медсестры там на санитарке кружатся, бегают, матушку там пускали. Ну, ненадолго. И они меня обложат этими бутылками со льдом. Ну, а там одно средство было, воду замораживали, вот, и льдом обкладывали, и более-менее так сбивал температуру. И они мне этими бутылками там все позастудили, все органы мне. Ну, а иначе, а иначе, как, ее же не собираешься. Еще, еще жара, представляешь, такая. Вот, и все. И там кошмар, это вообще-то я вспоминаю подобное. В аду, горишь, знаешь. Да. А она даже ночью, знаешь, не спадала, вот эта вот ночь, она прям жарко, ну, ветер в окно дует, в эту форчку, а он теплый такой, знаешь, этот воздух, вот, или. Да. Вот. Это медсестры уже все, спать, пожаться уже некому. А я говорю, это, руки-то не работают ничего. А тогда у меня руки вообще пластом лежали, как бревно. Даже шея не шевелилась, у меня в этом балангете там нельзя было не шевелиться, ничего. Вот. И они мне, я придумал это такое устройство. Они, короче, брали капельницу, бутылку опускали, шланг, вот. И этот шланг мне пластырем к щеке прикрепляли, вот, и в рот вставляли. И я лежал с этим пластырем ночью, высасывал воду и на себя вот так, потому что я брызгал. Вот. А то, что к ветерям спасался. Вот два дня лежу, а меня матушка с этим, знаешь, вот, такой, как у нарастителей, такой, ну, бачок, белье гладит, там, брызгает. А-а-а, с пульверизатором как он, да? Пульверизатором. Рядами каждые 15 минут она бежит, ну, сестра была тоже, брызгает вот это. А все, чуть посрехает, у меня и почки, и останавливаются сердца. Они ушли на полчаса где-то, и все. А я думал, все, умру, у меня руки уже задеревинили руки. Вот. Что значит, полчаса они побрызгали, представляешь? И вот сидят где-то, облака вроде навеивают, там, по Москве передают, грозы уже начались. И у меня тут, наверное, мне пообставило этими ведра тазы. Ведра тазы, потом вентилятор стоит. Окно на все открытое, и дверь сквозняк такой. И вот, и мало-мальски так спасаюсь. То есть, а кондиционер, вот, допустим, в городе кондиционер включаешь, а не помогает. Понимаешь, это вот, знаешь, вроде жара, она говорит, да что, глянь, жара-то спала, почему тебе не легче? Я говорю, понимаешь, а у меня вот не от жары, а именно вот какое-то или атмосферное давление, или вот это вот солнце как-то влияет, понимаешь, я не знаю, что, как будто тяжесть, вот какую-то кладут плиту на грудь, вот, и ничего, ничего не помогает. Я уже, знаешь, сосуды сужают, сосуды, вот, у меня, я сразу дышать перестаю, нос. Вот, и что тут не пробовали, и уже на кофе, ну, кофе, вроде, немножко это помогает. Я уж думаю, слава богу, завтра это похолодание, это беда вообще. Вот. Да, тяжко. Ну, я уж как раз, думаю, может кондиционер тебе поставить там. Не помогает, не нужен, он мне не помогает. Вот так, ты знаешь, он, в принципе, и поможет, и поможет. Вот скажи, вот такое ощущение, ты вот рассказываешь, а так я представляю, как это. Вроде он как будто прохладно, а как будто тяжесть какая-то есть, да, у меня такое ощущение есть. Да, да. Ну, хоть подышать хоть можно. Мы, знаешь, их делали, вот еще, я не помню, лет 8 назад, когда еще кондиционера не было у меня на, ну, городе, и сделали это, ну, воль на выдумке хитра, у русских-то они делают кондиционер там все. Делали, знаешь, как эти, в морозилку бутылки закладывали, вот. Не закладываешь бутылки, замораживаешь их в лед. В общем, берешь таз, туда бутылки накладываешь, в это, чтобы они медленнее таяли, в этом в тазу, и направляешь вентилятор, короче, на всю эту бутылку, вот, и понимаешь, и бьет холодный воздух. И он, наверное, на час-полтораны точно хватает, вот один тазик такой. Ну, все прям заменяет точности кондиционер. А, это было, не было, не было. И концы. Конечно, да. Хотя бы обдувание, чтобы было. Вот единственное, сразу же пока мокрое, чтобы не застудиться в этот момент, а потом, когда уже продует на лед, что сухой, там уже вентилятор помогает хорошо. В общем, там, понятно, борешься не только там с болезнью. Вообще, три дня, вообще, караул. Ну, вот, знаешь как, я, наверное, никогда не помню, или позавчера, я не помню, когда лежал, тоже ночью думаю над твоим, когда ты говорил, нас просто научили тогда, ну, вот, как-то я не помню, может, в последнем разговоре ты говорил, я ему, может, когда не помню. Вот, а я потом думаю, вот он говорит, научили, да. Но как человеку научить, если в него не вмещается учение? То есть каждый принимает для себя близкое учение, которое сродни тебе. Вот, ну, разве я смогу принять, вот, допустим, другое какое-то учение? Ну, вот смотри, как, и опять же, я вот думаю, а кто меня научил, да? Я вот, как, я лежал первые три года сам вообще, сам учился. У меня вообще не было ни интернета, ничего, у меня Библия одна тут была, и все. Как бы мне и Мадушка сканировала по странице, и это, понимаешь, и я принимал это, вот это учение, оно прям живое, это для меня это мое было. Вот этот Ветхий Завет с этими ужасами, я читаю, и, понимаешь, а это мое, я вижу в нем Бога, прям живого Бога, и я сразу понимаю, для чего это Господь делает, без всяких толкований, без всего. Разве я принял, если бы это не мое было? Да. А там, знаешь, это немножко другое, Сергей. И я тоже так же, вот, с таким же чувством, и Ветхий Завет, люди говорят, ой, там как-то все это ужасно, не знаю, я вижу, что так оно нормально, оно все правильно, как бы, да, оно где-то что-то жестокое, но правильно все. А вот то, что касается научения, это мы с тобой, знаешь, уже принимаем, вот, кстати, языков, как бы мы с тобой могли бы по-другому, я думаю, запросто могли бы к языкам относиться по-другому, если бы мы изначально, помимо вот священного писания, мы же уже и приняли и образ, вот, покаяния, что у нас такое оно там, что у нас все, как бы, вот, мы грешны, грешны, сука, и грешны, это же так и есть, как бы, вот, все, в молитвах оно все устроено так. Вот, а если бы еще говорили, а что языки, вот, должны быть, как они, что они значат, откуда они идут, что у нас языки тоже, то есть мы бы с тобой, как естественно, как органично существующие с православием языки, мы точно так же их устроили и не удивились бы этому. А нам все время говорили, что нет, этого ничего уже нет, это кончилось в третьем веке, там ни языков, ничего такого, ни пророчества, уже нет ничего. Это особенно кому-то, там, какие-то, не языки, а какое-то пророчество, может быть, а языков нет. И мы это вот именно, я думаю, так приняли. Вот такая... Вот смотри, допустим, я три года учил сам, ну, как сам, опять же, я думаю, дух учил, потому что я потом читал и толкование, и все. И я видел то, что я это знаю уже, что я получил это на день. Вот. И, понимаешь, я когда начинал слушать уже проповедника в интернете, угоди тогда, были-то это Смирнов, Деосипов, вот. Ну и все равно там по сайтам читал, там все такое, опять же, иконы, вот эти вот цветы, и все там, почитание, вот это мощи, и все. И, понимаешь, я не мог это принять. Хотя я учился, понимаешь, я хотел, хотел стать таким, я хотел, понимаешь, я вот этому в Канаду Игорю звоню, говорю, брат, что делать, я, как мне православную цель, почему я не могу выбрать святого себе, которому молиться, да, для меня кроме Преста ничего не существует. Ты знаешь, чувствуешь себя ущербным, я никак не мог этому научиться. Опять же, как я могу в себя вместить учение, если у меня по-другому я устроен. Ты знаешь, это, Сергей, а из тебя это не вмещает, у меня точно так же, я никак святого не мог себе, мне сказали, а он как-то, он не мой там, и я его так и, ну, формально, а на самом деле, какой-то душой у меня не лежал, ничего, и в общем, одинаково так же у меня реакция была, на все это одинаково. А потому что это не евангельские вещи-то, потому что они вообще вне Евангелия, а языки это евангельские вещи. Это прям живое наше свидетельство христианское, что так и было, и что как бы никто не сказал, что это закончится. Я считаю так, что просто я как-то не принял уже изначально, что это что-то неправильное. Но с другой стороны, даже еще и не только поэтому, может быть, не принимаю, а не вижу как бы в нем какую-то реальную пользу для спасения. А думаю, если это язык, он не несет никакой пользы вообще, для чего он тогда нужен. То есть это такая область, она вот, она как бы, ты же видишь, я не мистик такой, да, и поэтому она вот ко мне близко не приближается, потому что, ну, реально не вижу как бы выхода через это куда-то дальше. Может быть, и, кстати, неправильные. Вот как раз вот моя прагматичность, она может вот в данном случае, ну, и мешать какому-то движению вперед, может быть. Ну, язык вообще, для меня вот это евангельское понятие, язык, да, да, там Евангелие, оно говорит о тех языках, когда Дух просветил апостолов для проповеди, да, потому что они с анародцами работали. Но вы и правильно, Евангелие говорит еще о тех языках, евангельских, ой, ангельских языках. А это ангельские языки, это что за языки? Это вот как раз, которые внутри тебя говорят. Вот, то есть ты, ну, я, по крайней мере, понимаю так это. Вот, ты чувствуешь что-то, да, и вот не можешь зацепиться, вот толковать, как Евгений говорит, вот оно внутри меня лежит, да, я не знаю, как достать это. Вот, я понимаю так, что ангельский язык, это как раз видеть вот эти свои глубины, уметь доставать это все. Ну, вот может быть, вот здесь вот надо, видишь, у нас, у православных нет опыта даже общения и рассуждения на эту тему, поэтому вообще вот для меня эта тема совершенно новая и закрытая. Здесь вот, может быть, кстати, с Евгением тоже об этом я бы поговорить, да, интересно, может быть, было, что он, что бы, может быть, он мог сказать по этому поводу. Кстати, я вот про Дмитрия тоже тут недавно, Игнатия Тихонича, что я смотрел. И там зашла речь вот, как бы, о поведении людей. И вот все-таки Дмитрий, то, что он так настроен, вот там меня учат, он там говорит, вот этот Евгений, то Игнатий Тихонич там у него наезжает. А вот все-таки и откуда-то места там тогда, Игнатий Тихонич, что он приводил из Писания Ветхого Завета, на то, как он, какие-то он места проводил, что все равно, как бы, вот это, как бы, не был кто старший, потому что все равно надо с почтением относиться. Все равно, как бы, нельзя границу переходить. Даже он, если тебе неправильно говорит, нельзя... Ты где-то, что о субординации говорил, да? Ага, да-да-да, он оттуда, да. То есть, вот это все равно правильно, что Игнатий Тихонич говорит. Так должно быть. Христианин, он должен именно так себя вести. А он вот, именно, как ты говоришь, он научен так, он же работать, говорит, рано пошел, с 15 лет, или когда, я не знаю, и попал сразу у нас там, это, в Воронеже, церковь, мебельная фабрика, и он с людьми попал, и такие там уже разных возрастов, и 40, и 50, и 60 лет, и там приятно на Аты, и видишь, он это черпанул оттуда, и все, и выйдет из себя. Да, и в христианстве применяет, так он его жестко, слишком. Ну, это вот, я не знаю, кстати, еще вот я тоже думал насчет всякого нашего исправления, и вот, как бы показывает опыт общения, вообще вот разговоры, даже того же Игнатия Тихонича, Евгения тоже об этом говорил, что, по сути, изменений очень мало с нами происходит, и вообще, наверное, произойдут ли они какие-то серьезные, это в плане какой-то серьезного очищения. Вот какой-то там есть, конечно, безусловно, только уверивший человек, и потом пройдя, там, ну, плюс 10, сколько, 15 лет, может быть, вот, конечно, он как-то остепеняется, но вот избавиться от всех грехов, мне кажется, наверное, невозможно. Ну, не знаю, что от всех уж тут ясно, что нельзя, а как бы даже самые примитивные какие-то вот вещи, они так и живут у нас. А это как раз об этом говорит, что всяк человек ложь. Мы даже и делаем, если что-то, видимость только одну создаем, вот, а нас, знают до конца наши домашние. Да, да, да. А на людях мы видимость создаем. Да. Но, с другой стороны, мы, как бы, видишь, в людях хотим вот увидеть чистоту, как бы вот именно, чтобы все по-христиански с нами было. Это я к тому, что вот Евгений, как мы не можем применять, и даже того же Дмитрия, вот, видишь, я считаю, что он неправильно себя ведет. И мне это вот прийти, как-то его общение такое. Вот. А тут вот, может, и надо принимать такого человека тоже, потому что, а вот это его изъян, например, а мне вот свой изъян. И, а если мы в них упираемся, то тогда мы вот именно разъединяемся. Кто ее знает? А может быть и нет. А может быть, наоборот, надо вот все-таки нам стараться и справляться. Я знаю, тут, знаешь, я больше, как, я думаю, выгоднее, если слово такое подойдет, то ловяться только на чувство, на дух свой. Что сердце говорит, то и правильнее. Ну, да, потому что если, как бы, сердце протестует, а ты там начинаешь поперек его идти, оно, как бы, это плохо для души. Вот молиться за умерших, я, вот, мне просто, как бы, конечно, тишнет. Ну, это, знаешь, вот, допустим, я тоже, как бы, вижу, что вообще ум не говорит бессмысленно это молитва. Но мне от этого хорошо, что я маму свою вспоминаю, понимаешь, еще кого-то из своих близких. И здесь вот именно по-человечески только. А он, может быть, он прав, ничего, говорит, вы как эти бараны, ну, вы, как бы, по-человечески живете, вот вам, как и все, часто мы вот на наших церковных людей смотрим, как они много делают пустого, оно ничего в этом к вере отношения не имеет. И мы думаем, ну, чего же они, как нерационально поступают, вместо того, чтобы вот выжимать, и так время мало, главное. А они столько шелухи, как бы, через себя проворачивают. Я думаю, что он на нас глядит, точно так же рассуждает. Но вот устройство опять такое, оно, что пока вот, вот я сегодня, я так думаю, ну, нет смысла молиться, как бы. Ну, думаю, сегодня я маму свою не помяну, как-то мне не нравится. И вот такое вот оно. Я об этом думаю, знаешь, и мне, наверное, неплохо становится. Вот, и они же мне снятся же мертвые, ну, вот так, непостоянно, периодически, вот, и причем такие вот одни и те же. И я для себя понимаю четко, что я не могу не молиться, тем более, а за отца я тоже не могу. Вот, и для меня вообще какой-то ущерб, если я уснул, допустим, а не помолился за отца, и все. Я говорю, ну, как, ну, а у меня вера, я вчера с Дмитрием опять же говорил, у меня вера такая, ну, как. Он говорит, может, от сатаны, это самое, в образе являются тебе во сне, да? Я говорю, ну, смысл, для чего? Ладно, если бы я там тщеславился-то, и сатана-то еще от этого получает. Я помолюсь молча за человека, да и все. Она вот, мне снится, там, одна и та же, ну, девушка там, мы выросли вместе, ну, выросли рядом, по соседству жили. Вот, и ее, не знаю, не помню, сколько, 30 ей было, или 29, ее в лес завезли и убили, короче, там. Вот. И все, и понимаешь, она вот эти вот все 14 лет, она мне снится. Вот, а снится в таком образе, она не говорит со мной ничего. Вот я где-нибудь иду, знаешь, допустим, или еду где-то, вот. Вот, она раз, я смотрю, сидит рядышком, вот так, с опущенной головой сидит и молчит. Вот, она поначалу снилась, снится, снится, снится. А я потом понимаю, потому что она молитву просит, понимаешь? И когда я начал молиться, она раз, она уже перестает снится. Как бы, я чисто вот, соответственно, я такой верю, что я не могу не молиться, как же иначе-то. И она приснится, я помолюсь, раз, мне на душе спокойно, и все. Ну да, это, знаешь, вот эти вещи, которые, вот о чем мы сейчас с тобой в данном случае говорим, они, как бы, может быть просто иррациональны. Они, может быть, не действительно, но они просто для, вот, именно душевности нашей, они, как бы, требуются. И вот здесь вот я, как раз, допустим, мое колебание в чем происходит сейчас? Отвергнуть или все-таки оставить вот эти вещи, которые я знаю, что они, без них можно отходиться. Они, как бы, я думаю, что не важны до такой степени для спасения. Но для душевности они нужны. Для души моей. И вот пока вот в этом плане у меня идет размышление, что мне оставлять, а что убирать из жизни моей. То есть мне вот это время, которое я тебе сейчас о чем говорю, оно мне именно только для этого сейчас и нужно. Я размышляю, что из вот пустого все-таки надо оставить, а что убрать. Ну ладно, так сказать, давай, раз, что ты, а у тебя что с компьютером, что-то серьезно было? Почему так, даже на 5 дней там его? Так из деревни пока отвезли в город, пока там 2 дня на ремонте, пока привезли там. Ничего сложного это был бы кто, если соображал, там плата открутилась и вентилятор бил бы по этому, по стенке. Шатал, это ерунда. Понятно, просто механическая поломка такая. Ну так что, слава Богу, теперь ты на связи. Ну ладно, это будет что-то. Давай, с Богом, дорогой. Ну все, с Богом. С Богом.